Доброго времени суток! Давайте посмотрим, что расскажет нам Оракул или Норман, такой красивый, о мужчине. О том мужчине, которого вы сейчас задумаете и притянете к нам сюда. Давайте посмотрим, что расскажет характеристика человека, о ком сейчас думает смотрящий мимо. Всем еще раз здравствуйте! Всех благодарю, что со мной, что поддерживаете меня и способствуете развитию канала. Итак, мужчина, да, что же о нем? Ну, давайте посмотрим, что о нем. Характеристика. Разговорчивый человек, да, умеет поддержать беседу на любые темы, но также по птицам может где-то еще и приврать что-то, рассказать, балабол, возможно, да, ну, то есть словцо у него так и вылетает, так как птички. Ну, любит посплетничать. Ну, очень закрыт про себя. Закрыт. Все, что важно, все, что для него такое, знаете, он держит под семи печатями. Любит выход в общество. Зависим от соцсетей, зависим от мнения народа, да, окружающих, либо близких его людей. Ну, человек очень общительный. Здесь по птицам так и говорится, да, несмотря что личную информацию, да, личную информацию он держит за семью печатями, сам по себе человек очень разговорчивый, любит общение, зависим от соцсетей и от окружающих там мнения. Что еще расскажут? Любит дарить эмоции. Любит женщинам дарить эмоции, потому что букет женской карты, обращает на женщину внимание, дарит радость, делает счастливыми. То есть здесь эмоционалка, он сам получает от этого кайф, да. Птицы, букет, говорит о том, что человек любит делать комплименты, да, говорить о том, какая, да что, да как, да. Каждую вот черточку, каждую изюминку, да, заметит и обрисует это все красиво. Человек-ребенок, девочки. Эмоционально еще дитя, ему хочется, понимаете, быть везде и сразу. Прямо вот разбиться бы, да, на мелкие вот такие вот кусочки, кристаллики, да, и быть везде. То есть доверие к людям, да, какая-то наивность, да, такая вот непосредственность. Ну, опять же, здесь, девчонки, этот человек, в принципе, может и обесценивать по карте ребенок, да. Еще девочки может говорить о том, что на письмо легла карта ребенок, у него может быть официальный ребенок, которого он скрывает, то есть он может об этом не говорить. Это информация закрытая личного характера. Еще характеристика. Ну, вот любитель женщин, да, причем женщина в маске, да. Женщина любит безликих, а это значит сад. Женщина, то есть соцсети. Общение через соцсети. То есть, скорее всего, общение по переписке, то есть без встреч. И он любит там флиртовать, дарить эмоции. Хороший друг. Хороший друг. Поможет словом, делом, всегда откликнется. Но, опять же, это только на словах. То есть он может помочь вам, да, советом. Материально человек скрывает информацию о своей материалке, девочки. Не любит распространяться о том, какой он вообще, да. Стабильный, нестабильный мужчина, да, надежный, прочный. То есть здесь человек это держит под семью печатями. На людях это дитё, которое играет. Но это не так. То есть человек себя не открывает. На людях человек показывает себя совсем другим. Абсолютно. Ну и с женщинами, естественно, и соцсетей у него, как обычно, ничего не бывает. Там только общение. И женщины могут быть недовольны. То есть здесь очень много раненых сердец из-за него. Обратите на это внимание. Ну и по последним картам, да. Сам по себе человек тяжёлый, если его открыть. Здесь человек только говорит. Говорит. По горе у человека много внутренних каких-то ограничений и блоков. Человек прям себя, знаете, как... Не может он переплюнуть себя, чтобы, например, сделать другой шаг. Может быть, ему даже это ещё и не нужно. Его устраивает то, что он сейчас имеет. И дальше вот двигаться он хочет по горе. Это вот как она встала, да, вот как он сел на вот это вот, он так и будет здесь сидеть. Переписываться, да, шутить, как-то там зачаровывать и чаровывать не более. Да, сам по себе человек такой скользкий, девчонки, скользкий. Как уж, да. Опять же, карта змея выпала. Уж. То есть человек вот такой вот юлит всё время, юлит. Изворачивается. То есть если спросить прямо в лоб, да, у него, к примеру, о том, кто он, как у него дела, женат ли он, либо ещё там. Ну, даже, может быть, на это и ответить. Но, знаете, вот более такой сокровенный, да, более такой устойчивый, что касается вообще вот чего-то такого сугубо личного, человек будет изворачиваться. Он это всё держит внутри, он туда не пускает. Ну, я могу сказать, что здесь человек свободный. Карта свободы, карта ключа. Человек принимает решение, да, всегда уходит первый. То есть здесь он пообщался, когда теряет интерес, он уходит, девочки. Открывает эту дверь, закрывает, и всё, и пошёл дальше. Вы должны это знать. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...